Узлы и детали автосцепного устройства вагонного типа имеют следующее назначение. Автосцепка служит для сцепления единиц подвижного состава, а также для передачи тяговых и ударных нагрузок. Поглощающий аппарат смягчает удары и рывки, предохраняя подвижной состав, грузы и пассажиров от вредных динамических воздействий. Тяговый хомут через клин передает поглощающему аппарату тяговое усилие от автосцепки. Передние и задние упоры передают нагрузку на раму. Тяговые усилия от поглощающего аппарата передаются на передний упор через упорную плиту. Центрирующий прибор возвращает автосцепку после бокового отклонения в центральное положение. Расцепной привод служит для расцепления автосцепок. Поддерживающая планка удерживает автосцепку в горизонтальном положении и на определенной высоте, предусмотренной установочным чертежом. Автосцепка СА-3 является тягово-ударной, нежесткого типа. Она состоит из корпуса и деталей механизма сцепления. Замка, замкодержателя, предохранителя, подъемника, валикоподъемника. Головная часть автосцепки переходит в удлиненный пустотельный хвостовик, в котором имеется отверстие для размещения клина, соединяющего автосцепку с тяговым хомутом. Голова автосцепки имеет большой и малый зубья. В пространство между малым и большим зубьями, в так называемой ЗЕВ автосцепке, выступают замок и замкодержатель, взаимодействующие в сцепленном состоянии со смежной автосцепкой. Очертание в плане малого и большого зубьев, а также выступающий в ЗЕВ части замка, называется контуром зацепления автосцепки. Линия 1.1 является продольной осью автосцепки. Внутренние стенки кармана корпуса, в котором находится механизм автосцепки, смещены относительно этой оси на 10 градусов, а замыкающая поверхность замка расположена под углом 15 градусов. Вследствие такого размещения механизма сцепления равномерно распределяется продольное усилие между замком, малым и большим зубьями. Корпус, являющийся основной частью автосцепки, предназначен для передачи тяговых и ударных нагрузок, а также размещения деталей механизма сцепления. Для подробного ознакомления с частями и деталями корпуса и других составляющих устройства, описанных в ниже следующих пунктах, рекомендуется просмотр текстовой информации. Замок своей замыкающей частью запирает сцепленные автосцепки. На цилиндрический шип навешивается предохранитель. Через овальное отверстие проходит валик подъемника. Замок опирается на наклонное дно кармана корпуса и перекатывается по нему во время сцепления или расцепления автосцепок. При этом направляющий зуб препятствует перемещению опоры замка по дну кармана. Для передвижения замка внутрь кармана корпуса при расцеплении автосцепок служит прилив, имеющий прорезь под нижнее плечо предохранителя. По сигнальному отростку судят о положении замка в автосцепке при ее наружном осмотре сбоку вагона. Для лучшей видимости отросток окрашивают красной краской. Лапа замкодержателя взаимодействует со смежной автосцепкой. В собранном механизме лапа под действием противовеса выходит взев автосцепки. Хвостовик лапы служит как направляющая. Овальное отверстие в стенке предназначено для навешивания на шип корпуса. Снизу под овальным отверстием расположен расцепной угол, взаимодействующий с подъемником замка. Верхнее плечо предохранителя в сцепленном состоянии перекрывается противовесом замкодержателя, что препятствует уходу замка внутрь кармана корпуса. А нижнее плечо, взаимодействуя с подъемником при расцеплении автосцепок, выводит верхнее плечо из зацепления с противовесом замкодержателя. Данное отверстие служит для навешивания на шип замка. Подъемник удерживает вместе с замкодержателем замок в расцепленном положении до разведения вагонов и служит для подъема предохранителя и перемещения замка из зева внутрь кармана корпуса. Широкий палец поднимает предохранитель и уводит замок, а узкий взаимодействует с расцепным углом замкодержателя. Данное отверстие предназначено для квадратной части стержня валика подъемника. Буртик препятствует западанию подъемника в овальное отверстие замка. Углубление предусмотрено для опоры подъемника на прилив в кармане корпуса. Стержень валика состоит из двух цилиндрических, толстой и тонкой, и одной квадратной части. Толстая цилиндрическая часть удерживает замок от выпадания. Имеющаяся на ней выемка предназначена для запорного болта. Балансир облегчает возвращение валика подъемника в исходное положение после разведения автосцепок и в других случаях. Принцип действия автосцепки. Сцепление происходит следующим образом. При соударении автосцепок их замки нажимают друг на друга и каждый из них перемещается внутрь кармана корпуса. Верхнее плечо предохранителя скользит по полочке и проходит над противовесом замкодержателя. У смежной автосцепки происходит аналогичный процесс перемещения деталей. Автосцепки продолжают сближаться, а замки перемещаться внутрь корпуса. Одновременно с этим малый зуб каждый из них нажимает на лапу замкодержателя и утапливает его заподлицо с ударной стенкой зева. Малый зуб скользит в направлении к боковой стенке большого зуба. Замки опускаются и располагаются в пространстве между малыми зубьями. При движении замка в нижнее положение верхнее плечо предохранителя соскакивает на полочку с противовеса замкодержателя и становится напротив него. Чтобы расцепить автосцепку, достаточно увести внутрь кармана корпуса хотя бы один из замков. Для расцепления автосцепок расцепным приводом поворачивают валик подъемника и вместе с ним подъемник, который своим широким пальцем нажимает на нижнее плечо предохранителя. Верхнее его плечо поднимается выше противовеса замкодержателя, то есть предохранитель от саморасцепа выключается. При дальнейшем вращении широкий палец подъемника уводит замок внутрь корпуса. В это время узкий палец подъемника подходит к расцепному углу замкодержателя и нажимает на него снизу. Замкодержатель падает на шип корпуса. Одновременно с этим узкий палец подъемника заходит за расцепной угол замкодержателя. Автосцепки расцеплены. При разведении вагонов лапа замкодержателя под действием веса удерживаемых деталей, прижимаясь к выходящему из зева малому зубу смежной автосцепки, перемещается вслед за ним. Когда она выходит в зев настолько, что расцепной угол перестает удерживать узкий палец подъемника, последний, под действием собственного веса и балансира валика подъемника, возвращается в свое первоначальное положение. Замок занимает нижнее положение. Предохранитель поворачивается на его шипе, его верхнее плечо опускается на полочку, а противовес замкодержателя ниже полочки. У смежной автосцепки замкодержатель поворачивается на шипе, и его противовес опускается ниже полочки. Таким образом, механизмы обеих разведенных автосцепок готовы к новому сцеплению. Поглощающие аппараты Ш1ТМ, Ш2Т и Ш2В имеют одинаковую конструктивную и кинематическую схему. Нажимной конус воспринимает действующее на аппарат усилие и передает его на три клина, обеспечивая прижатие их к шестигранной горловине корпуса. Клинья опираются на подпорный пружинный комплект, состоящий из наружной и внутренней пружин. В аппарате Ш1ТМ между клиньями и пружинами установлена опорная шайба. Собранный аппарат фиксируется стяжным болтом с гайкой. Наиболее распространенным из центрирующих приборов является прибор маятникового типа, которым оборудована большая часть вагонов и локомотивов. Центрирующая балочка имеет плоскость А, переходящую в расположенный под прямым углом к ней ограничитель D, который при установке балочки на вагон заходит за вертикальную стенку ударной розетки. Ограничитель удерживает балочку на месте во время продольных перемещений автосцепки. Боковые ограничители B не допускают выхода автосцепки за пределы опорной плоскости А при отклонении ее в приподнятом состоянии. Крюкообразными выступами V балочка опирается на маятниковые подвески. Маятниковая подвеска состоит из стержня диаметром 25 мм, верхней, широкой и нижней узкой головок. Ширина нижней головки подвески равна диаметру стержня, а ширина верхней составляет 40 мм. Длина головок одинакова – 64 мм. Расцепной привод автосцепки состоит из расцепного рычага, поддерживающего и фиксирующего кронштейнов, а также цепи. Расцепной рычаг, предназначенный для расцепления автосцепки, имеет короткое плечо с отверстием для регулировочного болта. Стержень и рукоятку Соединенные плоской частью, поперечное сечение которой – 20 на 35 мм. Между стержнем и плоской частью приварен ограничитель продольных перемещений. Поддерживающий кронштейн поддерживает расцепной рычаг, стержень которого проходит через отверстие в нем. Кронштейн крепится на подвижном составе двумя или тремя болтами, для чего предусмотрено соответствующее количество отверстий. Фиксирующий кронштейн удерживает рычаг в расцепленном и нормальном положениях. В нормальном положении плоская часть расцепного рычага находится в прямоугольном пазу отверстия. Оба кронштейна закрепляются на подвижном составе болтами с гайками, контргайками и шплинтами. Цепер сцепного привода состоит из регулировочного болта с гайкой, контргайкой и шплинтом, круглого звена, удлиненного звена для соединения с валиком подъемника автосцепки и промежуточных звеньев. Детали, передающие нагрузку от автосцепки на раму. Тяговый хомут автосцепки SA3 состоит из головной и задней опорной частей, которые соединены между собой верхней и нижней тяговыми полосами шириной 125 или 160 мм. В головной части тяговые полосы уширены и там имеются отверстия для клина тягового хомута. Кроме того, полосы в этой части связаны соединительными планками, в проеме между которыми располагается хвостовик автосцепки. Внизу головной части находятся приливы, ушки, с отверстиями для болтов, поддерживающих клин. Клин тягового хомута в нижней части имеет заплечики, которые удерживают его от выжимания вверх, упираясь в кромки отверстия хомута. Клин вставляется снизу, через отверстия головной части хомута и хвостовика автосцепки, после чего закрепляется. Упорная плита серийного автосцепного устройства имеет в средней части гнездо с цилиндрической опорной поверхностью для торца хвостовика автосцепки. Это облегчает поворот автосцепки в горизонтальной плоскости, а также обеспечивает центральное нагружение плиты при действии сжимающих усилий. Передний упор грузовых вагонов объединен в одной отливке с ударной розеткой. Такая конструкция обеспечивает правильное положение упорной плиты и упрочняет хребтовую балку рамы в ее консольной части. Ударная розетка переднего упора выступает от привалочной плоскости концевой балки на 130 мм. Нижняя перемычка упора уменьшена с 80 до 52 мм для возможности применения поглощающих аппаратов с ходом до 120 мм. С целью получения необходимой прочности усилены розетка и нижняя перемычка. У заднего упора грузового вагона расстояние между опорными угольниками в нижней части равно 205 мм, в средней – 200 мм, а по верхней плоскости – 180 мм. Размеры 205 и 220 мм необходимы для расположения и перемещения пружины в случае применения поглощающих аппаратов типа Ш6ТО6 и других, имеющих силовую пружину, выходящую за пределы днища аппарата. Размер 180 мм вверху сохранен таким же, как и в упорах прежних выпусков, для обеспечения нормальной, без перекосов, работы тягового хомута при постановке на вагон поглощающих аппаратов. Поддерживающая литая планка является опорой, удерживающей автосцепное устройство. Она крепится к нижним полкам хребтовой балки болтами с гайками, контргайками и шплинтами. Планка имеет привалочную и опорную плоскости. Ограничительную планку устанавливают в случае, если расстояние от тягового хомута до перекрытия хребтовой балки более 24 мм. В зависимости от конструкции единицы подвижного состава, к стенкам хребтовой балки или верхнему перекрытию приваривают или приклепывают одну или две планки. Расстояние от опорных площадок передних упоров до ограничительной планки должно быть от 30 до 100 мм. При установке двух планок планку 2 ставят над хвостовой частью тягового хомута. Предохранительная планка служит для предотвращения износа стенок хребтовой балки рамы вагона от действия поглощающего аппарата и упорной плиты, перемещающихся в процессе работы автосцепки. На каждом конце вагона устанавливают по 4 планки, закрепляемые заклепками. Для обеспечения надежной работы узлов и деталей автосцепного устройства, а также их взаимозаменяемости, основные установочные размеры должны отвечать ГОСТ 3475-81. Субтитры создавал DimaTorzok